Версус Баттл Вити из АК-47 и Биг Рашен Босса состоится. Необычный дуэт от Томаса Мраза и Драга. Фейс обещает больше не делать ужасную музыку. Галат до сих пор не может забыть Димасту. Эсте и АйКью пытаются идти в ногу со временем. Кто заплатил Николаю Соболеву за дисс на дружко? Обо всем этом расскажу сегодня вам я, Игорь Еремин. И мы начинаем после вашей подписки на канал, конечно же. А также переходите в наш официальный паблик по ссылке в описании и выигрывайте в фирменной футболке Rap News. Билеты на концерты любого рэпера и 10 тысяч рублей. Всего лишь за репост, закрепленные записи и комментария. Давайте быстренько все это делать и начинаем. Случилось невозможное. Витя из АК-47 принял вызов биграшек босса побатлиться на Версусе. Никогда бы не подумали, что такое может произойти, но на дворе 2017 год и всем нужен хайп. Особенно старичкам, которых жаба душит от того, что раньше они собирали полные залы, а теперь все о них забыли. И Версус идеальный вариант пошуметь. Но поможет ли это Вити? Если он не додумается нанять себе гострайтера, то это будет что-то на уровне сявы. Да и надеемся, что Биг Рашен Босс не исписался и за пазуху у него немало шуток про маленький рост. Биг Рашен Босс, почему в 2018-м-то году ты не успел шубу постирать или планируешь научиться читать рэп к этому времени? Хорошо, вызов принят. Я буду на Версусе. Виктор, видимо, серьезно воспринял твит босса о 2018-м году и не факт, что нам придется ждать так долго. Ну что же, ожидаем эту битву образов и надеемся, что хоть посмеемся от души. Иначе Ресторатор не переживет очередной задизлайканный выпуск. Окси Мирон на следующий день после своего баттла опубликовал в Инстаграме лайф о Томаса Мраза, где рядом стояла битбоксил Диги Ди Драго. Вот такой вот неожиданный коллаб можно было встретить на улицах Санкт-Петербурга. Это крапива, замаскирована мятой. Да-да-да, все мои братья зовут меня Мама Майстер. Я прокричал вверх на стол. Я глубоко мне, как кусто, как кусто. Бря-бря! Ты слушаешь моё мусто, что размножается с помощью слов. Плохую музыку мы не посоветуем и покажем отрывок из нового клипа рэпера Лицо, а.к.а. Фейс, ведь Ваня в своём твиттере написал, что скоро выйдет альбом из 12 треков под названием Намб, а Бургер был завершающей жирной точкой его стёбного и тупого творчества. Ну что ж, просветление приходит не сразу, и мы очень надеемся, что он сдержит своё слово. Осветить это для вас мы решили для того, чтобы показать что артист сам прекрасно понимает, какую ужасную музыку он делает. И в первую очередь виноваты слушатели, которые потребляют сей продукт. Тьфу ты. А пока, собственно, минутка хайпа Фейса в нашем выпуске. Давай, Люх, врубай. А, подожди, где мои беруши? А, вот. Ммм, божественное звучание. Ждём новых работ. А, поехали дальше. Не желаете ли послушать, как звучит крик души? Никита Страйдер это достаточно неплохо продемонстрировал в своём клипе «Социофоб», где затронута самокритичная тематика, а в треке он продолжает гнуть свою линию, смешивая хип-хоп и тяжёлый звук со стильным автотюном, подогревая интерес перед запуском нового материала, релиз которого намечен примерно на осень. Да и прошлая его работа также была у нас в выпуске и получила должный отклик от аудитории. Судя по всему, исполнитель вполне серьёзно настроен. Я просрал свою учёбу все последние 6 лет. Баб, я потерял жену, она ушла, нас больше нет. Я похерю вдохновение моей песней просто гной. Я всегда буду один, ведь я больной социофоб. Я запитливый и злой, но на шее моих нет. Я хочу отпиться чаем, чтоб в глазах сверкал весь свет. Галат всеми силами пытается напомнить слушателям, что он не только батл-рэпер, но ещё и выпускает треки, которые для большего фидбэка экранизируют. На этот раз под раздачу попала песня «Юз», где он рассуждает естественно о своей молодости, о том, что даже лещи от Димаста не заставили его остановиться и творить музыку, и обо всём таком прочем, достойно. Наверное. Помнишь 2012? Чуть не сорвал мне карьеру все. Тогда в интернете тыкали пальцем, делали мемы. Нас было восемь, сколько осталось? Не выдержали хей, тогда многие сдались. Но вот мой пример, если долго стараться, то будут гастроли фанаты. Вышел новый клип от ST и IQ, где рэперы примеряют на себя модное звучание, накладывают стильные краски на клип и пытаются идти в ногу со временем. И мы скажем, что у них это неплохо получается. Особенно своим партом удивил IQ, который, в принципе, редко даёт о себе знать. Вдох-выдох, набить тетрадастые бриты, мимоходом задевать лечами быдло. Нахуй эти дреды, да и чё ты давишь лыбу? Я один из индига. Егор Крид максимально эффективно пиарит свою последнюю пластинку с названием «Что они знают?». Сначала выходит «Дружко шоу» при участии представителя лейбла Blackstar. На следующий же день он представляет клип на трек «Не могу», где показывает во всей красе свой новый стиль, а именно игру с эффектами на голосе и как можно больше шмоток от Supreme. Безусловно, стоит ознакомиться с работой и лично сделать выводы. Пока все детишки ждали дисс-ответ Николая Соболева на Соколовского, он выпустил дисс на «Дружко». Клип, трек, звук. Видно, что в это дело вложено немало сил и обертка априори не могла быть некрасивой. Но почему так много дизлайков? Все просто. Ведь этот постановочный дисс больше похож на заказ от пиар-менеджера самого Дружко. Надо же как-то поддерживать шумиху вокруг себя. А Соболев идеально подходил на эту роль с бифом, высосанным из пальца. Что еще нужно для счастья простым блогерам? О боже, Коля, хейтер повелся на провокатора. Так выходи на батл, останется от тебя. Ты разобрызгает кровь полбара до оператора. И не спасет тебя то, что ты папа ресторатора. Обиды переполнены, мне что-то непонятно. Да, наверное, это пол не ты. А Соня Мармеладова, 4 года кряду, мою строку так сладко вылизывал, не слабо. Ты к ним карандашом в дырочку резец. Белорусские исполнители не перестают радовать чем-то новым. И на этой неделе выделился рэпер из Минска Айко, который многим может быть известен по батловым композициям, а также фитами с Кристал Курьером, Бакеем, Пирокинезисом и многим другим. Так вот, выпустил он новый клип на трек «Делаю любовь», который мало кого оставит равнодушным, я думаю. Ну, посмотрите и сами решите. И на этом у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Ну, в общем, вы сами знаете, что делать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok